Еще в начале апреля известный телекиллер Сергей Доренко заявлял, что новый российский посол Бабич — это первый политический конкурент Лукашенко с 1994 года, который, цитата, «вырвет ему клыки». Михаила Бабича, возглавившего посольство в августе 2018-го, немедленно прозвали «смотрящим ФСБ», присланным в Минск препарировать Лукашенко. Он и вправду сразу взял быка за рога, ввязался в полемику с белорусским МИД, критиковал внутриполитические процессы и даже самого Лукашенко. Посол России Беларуси Михаил Бабич, по-моему, делал все, чтобы максимально не соответствовать образу дипломата, какой образ это принято нами воспринимать. Он говорил резкие вещи, он спорил с Министерством иностранных дел Беларуси, он заочно спорил с Александром Лукашенко. Белорусский МИД сказал, что Бабичу удалось за несколько месяцев сделать то, что не удавалось недругам белорусско-российской дружбы сделать за десятилетия. То есть, скажем, разрушить белорусско-российские отношения. Ими так это звучало в белорусском МИДе. В Беларуси прекрасно знают, как Лукашенко умеет обходиться с неугодными послами. В 2008-м из страны были выдворены 30 сотрудников американской дипмиссии во главе с послом Карен Стюарт. Полностью дипломатический штат не восстановлен до сих пор. Думаю, та история была немного другой. 10 лет назад посол Стюарт была выдворена из Беларуси в ответ на санкции, введенные со стороны США. Ситуация с Бабичем только внешне похожа. Контекст здесь совершенно иной. Бабич приехал в Минск в роли этакого проконсула в Беларуси. И режиму Лукашенко в итоге просто надоели его имперские манеры. По информации российского издания «Коммерсант», проблему Бабича в итоге пришлось разруливать на уровне президентов. Другой вопрос. Считать ли это уступкой Москвы или победой Лукашенко? Или победа эта, в конце концов, окажется пировой? Очевидно, что Москва, которая даже Западу ничего в последние годы не уступает, не делает ничего то, что можно было воспринять как уступки под угрозой или под давлением. Москва вдруг почему-то уступила Минску, в это не очень-то верится. Очевидно, что Бабич был отозван в Москву в замену или, скажем так, в обмен или как аванс на какие-то определенные действия со стороны Александра Лукашенко в будущем. И тем более сейчас на фоне избирательной кампании, но вот именно эта информация «Коммерсанта» говорит о том, и многие в Беларуси обсуждают, что Александр Лукашенко мог взамен пообещать на стабилизацию, скажем так, вопроса с российским послом. Я не ожидаю серьезных изменений в политике России. Она всегда выступала с имперских позиций по отношению к Беларуси. Возможно, тон и язык нового посла будут несколько иными, но политика, скорее всего, останется прежней. Новым послом в Минске назначен сенатор Дмитрий Мезенцев, который, как уже заявили в Москве, должен будет решать серьезные задачи по углублению интеграции в рамках союзного государства России и Беларуси. Олеся Кругляков, Давид Гогохия. Настоящее время. Америка.